Друзья, всем привет! И сегодня мы находимся в тренажерном зале клуба Харт-Кросс И сегодня вместе со мной Павел Зацепин Всем привет! Тренер с многолетним стажем И он покажет, как накачать самые настоящие руки-базлуки В общем, друзья, меньше разговора, больше дела Погнали! Итак, Паха, что первое мы будем делать? Первое упражнение поочередное изгибание рук Бицепси себя На лавке, да, получается? Да, силе у нас получится сделать более изолированное Вот Почему поочередно изгибание? Потому что у меня есть процесс суши И больше всего подходит силовой вариант тренинга А когда ты делаешь поочередно, веса, как правило, больше А если вместе? Вместе веса, как правило, меньше, да? Да, да Так что поочередно и интенсивность выше, да? И больше энергии живет, потому что одну руку приходится сгибать Другую держать, то есть, продолжительность подхода дольше Полезно А есть какая-то особая держка? Да Стараемся работать максимально чисто Бокоть держать слегка сверху Не уводить его сильно назад Не загибайте его сюда Вперед, то есть, не помогать для тех В общем, давай, ты делаешь, я закончу повторять Все, окей Поехали 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 Так, Пак, а что дальше делаем мы? Следующее упражнение у нас тоже со свободным весом Очередное сгибание Я вот нашел вот этот тренажер здесь Такая очень удобная вариация Хороший упор Чем отличается от флот? А мы будем делать молотом А вот чем отличается от флот молотом от такого флота? Если ничего На разные головки отличаются бицепсы? Ну, внешний колокольчик бицепс работает больше Бархиалис, да? Бархиалис, да Бархиалис Все, и флот, он такой более удобный, более физиологический Разворачивать не надо, продирать кисть не надо Просто согну и разогну В общем, все равно нужно добавлять и молотки, и скручивание Да Нужно, да Я заметил, что многие профессионалы добавляют Практически в каждую тренировку То есть, в каждую Моя рука Давай, поехали Показывай, как это Показывай 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 Меньше Показывай 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 Очень круто Упражнение Много здесь веса не возьмешь Классно То же самое, 12 повторов получается 4 подхода Показывай 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 Вот здесь, кстати, когда Делаешь по одной руке Намного Более прям изолировано Конкретно Бицепс работает У меня вот Всего 14 кг на руку Тем не менее, 5 суток Подзавилась Неплохо Так Дальше мы переходим Получается по трицепс Правильно? Да, все верно Разгибание Блоки Разгибание, да На верхнем блоке Трицепс Мышцы Антагонисты бицепса Бицепс сгибает Трицепс разгибает Очень удобно тренировать А почему у нас Эти ручки У меня дальше идут движения Французский жим Бруссия Хват кардинально отменяется Отличается Я стараюсь варьировать Чтобы положение кисти всегда было разным Чтобы разные головки трисепс Все равно Все, давай Оп Аааа Ааа 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 Аааа 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 Так Далее у нас идет Французский жим Мое любимое упражнение Так Паха показывает Аааа 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 Вообще у меня такая философия Чем проще, тем лучше Технику стараемся максимально соблюдать Аааа Все, лопатки седины Локти стопы вместе Глубоко сгибаем Разгибаем Разгибаем Раз Тихо Тихо Все, и 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 все. Тихо Может, и все Ну, я думаю, для первого подхода нормально кислить? Да В одессе Так, дальше у нас идут брусья с весом. Тут я уже думаю, вес можно брать побольше, 40 кг, так как брусья это мне намного ближе, нежели гантели. Хотя с гантелями и индириями я тоже занимаюсь постоянно. Но под конец этого вполне достаточно. Затпак давать тебе есть какая-то особая техника для выполнения лифта. В принципе, все то же самое, локти внутрь. Старайся держать корпус ровно, чтобы мыши не держать. Рыбные мыши не подниматься и подниматься строгой вверх. Чтобы больше. Да, клона здесь не надо. Пускаешься. Все в полгинации повторно, да? Да. Затевес тяжел. К третьему упражнению 40 кг уже очень тяжело. Хорошенечко. Но грудные все равно включаются, конечно. Грудные работают. Ну, трицепс тоже такое базовое упражнение. Ты стараешься базу, то есть на потом, да? На конец и ставишь. Ну, мы и работаем на сушке, грубо говоря, тяжелыми весами. Но уже с предварительным истощением что-то. И совсем тяжелыми. Ага. То есть нужно все равно аккуратно доработать. Потому что можно все-таки травмироваться. Опасные упражнения оставляешь на самом последовании. Все равно все сработает. Ага. Лучше предварительно нагрузиться, разогреться. Ну, как показала практика. Лучше перевязать, чтобы не допустить. Согласен. Так. Поехали. Ну, что ж, друзья. Вот такая, в принципе, простая с виду тренировка получилась. Ну, я лично почувствовал пам жесткий. В такой манере, в силовой манере я еще никогда не работал. Честное слово, чтобы такой был длинный отдых. Для меня это что-то новое. И я почувствовал свои руки прям конкретно. Я, конечно, думал, что руки не забьются. Хотя, вот на трицепсе. На брусьях. Я уже прям почувствовал эти 40 кг. Я обычно беру 80. Ну, что, Пах? Спасибо тебе большое за тренировку. Спасибо. Тренировка реально была крутая. Друзья, пробуйте. С нами был Павел Зацепин. Снизу вставлю его инстаграм. Если будут какие-то вопросы к нему, обращайтесь. Он человек очень опытный в спорте. Достаточно давно. Сколько ты лет в спорте? Ну, с детства лет 6-5 лет в спорте. И до сих пор его не покидаем. В общем, уже 20 лет в спорте, короче, друзья. Сто процентов. Задавайте свои вопросы. С вами был я, Андрей Филиппов. Павел Зацепин. Увидимся. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok